Всем друзья привет! Распродажа 11.11 черная пятница уже началась и если вы искали себе какой-то смартфон, но еще не можете определиться, то сейчас я вам расскажу про смартфон Cubot Max 3. Я его рекламировал, у меня уже было два обзорных видео на него и вот он у меня уже в руках, им я попользовался больше месяца. А почему я пользовался, спросите вы, китайским Cubot? А потому что мой Meizu Pro 7 Plus умер, в нем отказал экран и пришлось пользоваться вот этим чудом инженерии китайской. Сразу забегая наперед, смартфон мне понравился. В этом ролике я расскажу свои пользовательские ощущения, как мне было с ним на протяжении месяца, немножко больше, и расскажу некоторые нюансы в работе. Вообще я не очень требовательный пользователь телефона, я не закачиваю там какие-то мегапрограммы, я просто пользуюсь телефоном в режиме посмотрел ролики, позвонил, позвонил по Viber, связался по мессенджерам и иногда что-то сфоткал. То есть в принципе этот телефон для повседневного использования нетребовательным пользователям подходит на 100%, каким я и являюсь. Я не гонюсь за мощностью телефона, конечно хочется, чтобы не притормаживал, а он и не притормаживает. Я не гонюсь там за какими-то сверхъестественными снимками, это и селфи-камера, и обычная камера делают вполне годные снимки, потом приложу больше видео и фотографий. То есть в принципе мне как пользователю этот смартфон понравился. Изначально, когда я распаковал его с коробки, я увидел, что приходит он в стандартной комплектации, но что хочу заметить, есть в комплектации наушники, но они не стандартным 3,5 мм разъемом. Тут у нас через Type-C наушники подключаются. Отмечу, что это конечно не очень круто, но как бы имеем что имеем. Производители большинства современных телефон отказываются от 3,5 мм разъема в угоду стилю. Cubot Max 3 имеет хороший дизайн, очень приятные габариты и им можно пользоваться без проблем одной рукой. Взяли, вот тык-тык-тык, ну и пользуйтесь, то есть все нормально. Дискомфорта при использовании этого телефона у меня не возникало, но вот я вспомнил один такой нюанс. Поначалу немножко, поначалу вот немножко возникало. Прикол в том, что качелька громкости находится с левой стороны, я привык, что она постоянно с правой. А с правой стороны находится кнопочка разблокировки и блокировки экрана и под этой кнопочкой сенсор отпечатка пальца. Штука, этот сенсор действительно удобная, только честно говоря, я бы хотел, чтобы его сместили немножечко ниже. В принципе, этот нюанс, ну ничего такого страшного, я уже привык. Но вот по где-то пару дней, как только начал я пользоваться телефоном, вот этот как бы нюанс вызывал такой незначительный дискомфорт. То есть вот это как бы да, есть такая штука. Потом, заметьте, обращу ваше внимание, экран у телефона 6,95 дюйма. Он очень, ну большой, скажем так. Не самый большой на рынке, конечно, но далеко не маленький. Поначалу также немножко неудобно им пользоваться, буквально день-два, а потом привыкаете. То есть такой форм-фактор, телефон большой, на нем удобно смотреть видео. У него хорошее разрешение, как для просмотра роликов в YouTube и не только. Вот, и в общем, есть такой нюанс опять же и с кнопочками, и с габаритами самого смартфона. Что же касается начинки телефона, то смарт у нас работает на восьмиядерном процессоре Helio P22. На борту у него 4 гигабайта оперативки и внутренняя память на 64 гигабайта с возможностью расширения. Что могу сказать как пользователь? Смартфон не глючит после обновления, это важно, потому что когда обновления только начали переходить, он немного подтормаживал. Это я считаю нормально для всех смартфонов, китайских и не китайских, хотя они все китайские. Вот, то есть, в принципе, такой нюанс поначалу был, как и у всех. Потом, дальше, после обновления, смартфоном приятно пользоваться, зависаний никаких нету, скроллинга там никакого нету. И, в общем, ну, комфортно, реально комфортно им пользоваться. Разрешение дисплея, кстати, 720 на 1640. 1640, как вы понимаете, это из-за большого разрешения, больших размеров самого экрана. Конечно, честно говоря, хотелось бы, чтобы не 720 было, а 1080, то есть, HD+. Но, в принципе, при таких расширениях смотреть видео мне лично вполне комфортно. В YouTube выставляют 1080p, и, то есть, в принципе, ролики можно смотреть реально классно. Четко. Также отмечу, что смартфон работает на системе Android 11, что также важно, им удобно пользоваться, все хорошо. То есть, это не семерка. У меня на Meizu Pro 7 Plus Android вроде или 6, или 7 был. Ну, там, в принципе, тоже как бы нормально пользоваться, там и смарт был помощнее, скажем так. Но вот различия в операционной системе я вижу. То есть, 11-м Android, ну, соответственно, удобнее работать, удобнее там лазить, все. Система-то получше будет. Вообще, как только смартфон пришел, то у меня были немножко затруднения его включить. Потому что я что-то забыл, что у него съемная задняя крышка. И там съемный аккумулятор. И чтобы включить смартфон, нужно на аккумуляторе, на пинах снять такую бумажечку. Тут аккумулятор хороший, на 5000 мАч. Производитель заявляет, что хватить его вам должно на несколько дней работы. Но, опять же, как пользователь этого телефона, как попользовавшись месяц, я могу сказать, что реально хватает смартфона около двух с половиной дней. Ну, это в моем режиме, скажем так, не сильно требовательного юзера. То есть, я ролики там не сильно очень долго смотрю. Там игры я особо немного играю. То есть, 5000 мАч с таким вот размером экрана, я думал реально, что хватит намного на меньше. Но попользовавшись месяц, автономность меня реально удивила. Опять же, буду сравнивать с Meizu Pro 7 Plus. Он у меня сутки не жил вообще прям ни разу. Этот у меня два дня, два с половиной дня, два дня живет, то есть, без проблем. Если вы будете, например, пользоваться часто смартфоном, там, звонить, смотреть ролики, играть в игры, я уверен, вам его около суток хватит. То есть, допустим, днем зарядили, и на следующее утро можете опять заряжать. Автономности смартфона реально хватит вам надолго. Ну и так как я заикнулся уже про батарею, нужно вам рассказать про зарядку. В смартфоне есть быстрая зарядка, заряжается он быстро, там что-то за 3 часа или 3 с копейками. То есть, также подключаете обычную Type-C зарядку. Type-C уже разъем новый, ну, давно уже, я думаю, не делают уже microUSB старые древние зарядки. Зарядочка Type-C, подключили, заряжается без проблем. В общем, насчет быстрой зарядки, не переживайте, она здесь есть. Что же касается бокового сенсора отпечатка пальца, работает он корявенько, скажу вам честно. С 5 раз, раза 2-3 узнает. То есть, 2 раза стабильнее с 5, может не узнать. Не знаю, может я как-то криво его настроил, например, хотя я там добавлял 2 раза, то есть, 2 сценария отображения или считывания одного пальца. Ну, в общем, сенсор отпечатка пальца реально работает корявенько. И это, как бы, небольшой плюс, скажем так. Но я пользуюсь обычной сеточкой, вот, разблокировки. То есть, в принципе, нормально. Раз-раз, если с 2 раз он не отобразил, я сразу тык-тык-тык, свой пароль ввожу и все нормально. Камера у нас 4. 3 сзади вместе с вспышкой и одна селфи-камера. Селфи-камера на 16 мегапикселей. Она нормальная, просто нормальная, хорошая камера. Не мылит, не, там, не знаю, не сильно детализирует. То есть, в принципе, как для такого бюджета смартфона, снимает хорошо. По WhatsApp я звонил, по Viber, по Skype иногда связывался с друзьями, с родными. Видно нормально, никаких жалоб, проблем насчет камеры передней нету. Как и, впрочем, за задней камеры. То есть, так же снимает нормально. Опять же, я уже говорил, я не сильно люблю фоточки там, сильно фотографировать. Но, как по мне, после тех фотографий, которые я сделал для теста, могу сказать, что камера хорошая. Не суперская. Просто обычная, хорошая, нормальная камера. В настройке камеры при настройке съемки там есть много режимов разных, и бокешек, и чего угодно. То есть, самые стандартные настройки, как большинство стандартных китайских телефонов в таком ценовой категории, в таком бюджете. То, что там 64 мегапикселя основной камеры, ну, это, как вы понимаете, там есть много маркетинговых уловок. У меня вот на камере, на которую я сейчас снимаю, она снимает 4К, но там вроде или то 10 мегапикселей, или то 12. То есть, 64 мегапикселя, это там уже некоторые такие маркетинговые уловки. Но, опять же, не буду много говорить. Камеры снимают хорошо. Ну, и последнее, про что хочу поговорить, это вообще то, как смартфон работает. То есть, гугл-карты, навигация, программы. У меня лично, при навигации, когда была она включена, все нормально. Вот на машине я ехал, то есть, все стандартное соединение, навигация нигде не пропадала. И сразу скажу, забегая наперед, тут антенка в телефоне получше будет, чем в моем Meizu Pro 7+. Например, в моем гараже, вот студия, где я сейчас снимаюсь, в этой точке, например, не ловит ни интернет, и не ловит ни сеть. С этим телефоном 2-3 палочки тут есть постоянно. На моем Meizu Pro 7+, хоть бы дай боже, чтобы и одна палочка была. То есть, вы понимаете, у меня тут был телефон постоянно вне зоне доступа, то есть, люди не могли дозвониться. С этим телефоном тут будет получше, поинтереснее. И давайте подытожу, так сказать, подведу итоги. Плюсы это хорошая автономность телефона, хорошее качество съемки видео и фото, одновременная работа двух симок и карты памяти, съемная батарея, наличие NFC, OTG и сканер отпечатка пальцев. NFC здесь есть, но я им не пользовался. То есть, свой отзыв про NFC я не могу сказать, отзыв про его работу. Он здесь есть, пользовались люди, я смотрел обзор, я NFC не пользуюсь. Что же из минусов хочу подчеркнуть, это у нас средняя производительность и нет 3,5 мм разъема. Сейчас на данный момент цена гаджета 109 долларов на распродаже. Если вам нужен подобный смартфончик и он вам приглянулся, скажем так, по душе, можете брать. В принципе, я месяц попользовался, наверное, дальше буду пользоваться, потому что не буду я свой Meizu Pro 7 Plus ремонтировать. Сильно дорогой ремонт получается. Так и буду дальше им пользоваться. И реально смело могу его вам рекомендовать, если вам нужно за такую ценовую категорию что-то подобное. Телефон не имеет, конечно, защиты IP65. То есть, это не защищенный телефон. Это просто обычный, стандартный телефон. Забыл рассказать такую штучку. Недельку где-то поносил и царапнул где-то в кармане. Обключи, наверное. То есть, сейчас на телефоне царапина есть. Если будете заказывать телефон, сразу же заказывайте на него или стекло, или пленку. Вот такой нюанс. Ну и он, как вы понимаете, приходит с чехлом. Сильно большого внимания чехлу, я думаю, не стоит уделять. Обычный, стандартный, нормальный силиконовый чехол. Вот этот телефон. Вот, ну вот и как-то так. Ставьте лайк за видео. Пишите комментарии, как вам данный телефончик. Как вам мой сегодняшний рассказ. Я без записи, то есть реально на ощущениях. И говорю вам то, что реально думаю про данный телефончик. Вам спасибо за просмотр. Пока-пока. Скоро увидимся. Камера. Тестируем камеру Cubot Max 3. У нас уже 5 вечера. Немного уже вечерее, так сказать. А вот камера съемка в тряске. Я думаю, что стабилизация не работает. Вот так, стоя. Это у нас фронтальная селфи-камера. Вроде, если я не ошибаюсь, на 16 мегапикселей. Вот так она снимает. В принципе, для такого бюджета, я вижу, что снимает нормально. Ну, просто нормально снимает. Не замечательно, не очень плохо, неплохо. Нормально. За такие деньги пойдет. Это же телефон будет, ну, это, вернее, камера будет использоваться не для фронтальных снимков в большинстве случаев, а для каким-то звонкам по Viber, Skype, WhatsApp и тому подобное. Так что для этих нужд камера то, что нужно. Смотрим основную камеру. Снимаю себя на основную камеру. Думаю, нормально получается. Не знаю, фокус елозит или не елозит. Но моя практика показывает, что в данном бюджете фокус должен елозить. Потому что в большинстве камер на таких ценовых категориях телефонов фокус всегда, как бы, елозит. Вот, как-то так. Звук, вот, уже, не знаю, вроде как бы не закрывал пальчиком звук. Запись звука должна быть хорошая. В общем, как для такой ценовой категории. Ну и дизайн камер прикольный. Думаю, что должно быть нормально. Вот так вот в движении. Кому интересно, камера будет снимать. Ну, как-то так.